Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас, Светитель, очи наш, никого не были Бога у нас, Притополаги учена Сергия, були Бога у нас, Светитель, очи наш, никого не были Бога у нас, Светитель, очи наш, никого не были Бога у нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 марта. Святой мученик Боян, князь болгарский, пострадал за веру во Христа около 830 года. 29. Когда на болгарский престол вступил его брат-язычник Маломир Владимир, благоверный князь Боян обратился к нему с просьбой освободить из заточения христианина Кинамона, который долгое время находился в заключении, потому что отказался участвовать в языческом жертвоприношении при князе Обритом Крутогоне, предшественнике князя Маломира. 30. Желание благоверного князя Бояна было исполнено, и он, увидев до крайности истощенного Кинамона, спросил, за что он так страдал. 31. В долгой беседе просвещенный христианин объяснил князю-язычнику заблуждение язычества и необходимость христовой веры для спасения. 32. В конце дружеской беседы он сказал князю, без Христа Иисуса нет света для ума, нет жизни для души. Он один и учитель человечества, и спаситель наш, примиривший правду Божию своей смертью с виновным человечеством. 33. Не желаешь себе погибели? Веруй в Господа Иисуса. 34. Князь Боян с радостью принял святое крещение. 35. Новообращенный благоверный князь, познакомившись с христианским благочестием, проникся искренней любовью к молитию, посту и богомыслию. 36. Маломир, узнав об обращении брата христианства, потребовал от него отречения от христовой веры и возвращения к язычеству. 36. Однако святой князь Боян решительно ответил, «Я гнушаюсь языческими идолами и почитаю Христа, истинного Бога, и никто не может меня отлучить от любви ко Христу». 37. Маломир, услышав ответ брата, приговорил его к смертной казни. 38. Перед мученической кончиной святой князь-исповедник пророчески произнес, «Вера, за которую я умираю, распространится по всей болгарской земле. Напрасно надеются остановить ее моею смертью. Будут воздвигнуты храмы истинному Богу, и служение ему не прекратится, а идолы и скверные жертвенники исчезнут». 38. С последним пророческим словом он обратился к брату Маломиру, «От своей жестокости ты не получишь никакой пользы, и скоро тебя постигнет смерть». 39. Предсказание святого мученика, убитого мечом, прежде всего исполнилось над его братом. 40. Вскоре Маломир умер, и поскольку он не имел наследника, престол наследовал его старший брат, Пресиян, 836-852 годы. 41. Сын князя Пресияна, святой равноапостольный князь Борис, в святом крещении Михаил, крестил впоследствии болгарский народ. Исполнилось и это пророчество святого мученика князя Баяна. 41. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. 42. Субтитры создавал DimaTorzok